В Тюмени простились с блогером-дальнобойщиком Колян 86. Новости о трагедии подтвердил знакомый блогера. Да, наш коллега Колян 86, ушел в последний рейс. Мы общались по телефону, всякое было в начале карьеры спорили, но ничего, поговорили и решили. Вот говорят, что я его ни разу не видел. Да, но он был мне больше, чем друг. Мы с ним много общались, советовались что делать, как делать. Братишка, спи спокойно, отмечал дальнобой 596. Сообщество дальнобойщиков объявило, что днем, в 12 часов, они планируют проводить Николаев последний рейс сигналом, для чего свяжутся по рации. Проводить Николаев последний путь, пришли около сотни людей среди них, и родные, и друзья, и подписчики. Пацан приехал домой, спасибо всем, такие слова произнес мужчина из окружения Галенко, во время траурной церемонии. Это большая потеря для друзей, близких. Оля был большим человек, добрейшей души человеком, помогал всем, поднимал настроение. Никто не думал, что так произойдет. Ему 37 лет. В расцвете сил. Большие планы были. Все неожиданно произошло, отметил один из присутствующих. Все, кто знал Николая лично и в сети, до сих пор не могут поверить в случившееся. Обсуждается версия того, что к смерти его привели недосып и постоянная работа. Якобы для того, чтобы поддерживать свое состояние в течение дня, ему приходилось пить энергетики. Однако друзья Галенко опровергают эту информацию.